В эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Приветствую тебя, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Чему будет посвящена наша сегодняшняя встреча? Ну, сегодняшняя тема нашей беседы будет довольно-таки простая. Это просто вопросы и ответы, которые у нас в передачке с тобой выходили, и на них люди под роликами на канале YouTube оставляли комментарии. Я как бы не смотрел там ролики, может, каких-то твоих знакомых есть, которые распространены, а это непосредственно с канала Народного славянского радио. Оттуда выбраны наиболее, как показалось, такие вопросы, которые стоит осветить, вопросы и комментарии. И вот как бы по ним сегодня давай с тобой побеседуем. Ну, давай, без как бы просто по ним побеседуем. Хорошо. Давай, с чего начнем? Ну, самое первое, надо же про себя любимого, да, поэтому я нашел два вопроса, которые вот касательно меня. Первый вопрос был такой, про то, что этот товарищ почему-то какой-то сонный, который рядом с Алексеем находится, он какой-то почти там, почти спит. Ну, тут на самом деле все просто. Я просто живу в таком часовом поясе, что когда Алексея вечером, мне уже пора вставать. Вот поэтому, когда мы писали передачу в Москве, я вот частично был тут, а частично в мире снов. Ну, это вот вкратце, да. Ну, и второй вопрос, его пока нету, но я чувствую, он появится. Поэтому, как бы, немножко его постараюсь побыстрее осветить, чтобы потом было послушали и понятно, да. Это вопрос о том, почему у меня такая странная фамилия, да. Вот с твоей фамилией все понятно. Алексей Орлов, птица высокого полета, да. А тут что-то непонятно. Был бы, например, Михаил Ёж, да. Вот говорят, Ёж, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Вот, по сути, это как бы про меня. Пока обстоятельства жизни меня не, как ты называешь это, волшебный пентель, не подрихтуют немного. Я вот так и сижу на одном месте и не двигаюсь. Так вот, что такое ядь, откуда оно взялось, да. Тут попробую ответить полушуточно, полусерьезно. Надеюсь, у нас народ все-таки, он такой, как сказать-то, он не будет поддаваться на мои провокации и попробует вот посредине этих понятий моих найти истину. Итак, вот по поводу Михаила, да. Михаил, это, если копнуть, это от древнееврейского имени это все произошло. Вот такой есть Михаэль, вот. Или это у них называется подобный Богу, вот. Правда, Бог у них Яхвы, так что, как бы, первая часть у меня получается наподобие, как Яхвы. Вот, это чтобы народ уж прям там так это сразу понравилось нашей передаче. А вот по поводу ядь, это на самом деле не фамилия. Это вы можете зайти на сайт школа-буквицы.рф. Там у нас есть характеристика букв. И там была одна такая буквица, как раз, которая называется Ядь. Вот. Почему-то 8 лет примерно назад или 10 лет назад мне пришло в голову вот выбрать такой псевдоним в интернете себе. И я на тот момент даже не понимал, как бы, какой же смысл-то вот у этого псевдонима. Просто, как мне показалось, просто он мне понравился. И только вот недавно я понял, что все-таки псевдоним-то, он, наверное, как раз является тем, чем я пытаюсь последние несколько лет заниматься. Ну вот, как бы, вкратце про вот это Ядь. Ну а теперь уже, как бы, давай перейдем к более важным, к более интересным темам, которые уже касаются непосредственно тебя, как более человека просвещенного в делах, которые освещаешь. Итак, значит, давай начнем по порядку. Вопросы и комментарии к передаче. Сейчас будут вопросы и комментарии к передаче про якобы кровавые жертвоприношения славян. Там не было слова «якобы», да? Но мы понимаем, что те люди, которые эту передачу прослушали, они поняли, что это действительно на самом деле выдумки. Итак, какие комментарии были тут и вопросы? Ирина Власова 1, она написала так. «Что-то как-то неубедительно звучит. Ссылаются на что-то, а на что непонятно. Что это за источники? Откуда взяты эти заповеди? На масленицу почему чучело женщины сжигают? Это ли не отголоски принесения человеческих жертвоприношений? И вообще такую чепуху несет этот бородатый». Как бы, если есть что-то, прокоммутируй, пожалуйста. Ты с таким прям «этот бородатый». Я не знаю, как поделикатнее это назвать, но из песни слов не выкинешь. Ничего страшного здесь нет, что написано «пером не вырубишь топором». Для начала реплика по поводу, как ты представился и обосновал свое имя и псевдоним. Конечно, ничего ты умнее придумать не мог, как сослаться на них. Но что делать? У нас, может быть, к счастью, может, к сожалению. Я в последнее время смотрю очень так просторно на это все. Не знаю, где счастье, где сожаление, где плакать, где смеяться. Просто принимай, как оно есть. В последнее время у нас принято давать не наши родные имена. Люди с гордостью их носят, с гордостью считают, что это наши русские. Миша, Саша, ну и так далее. На самом деле, это надо делать отдельную передачу просто по именам, а может быть, серию передач, где рассказывать, какое имя, что означает, чтобы люди все-таки задумались. И своим детям хотя бы давали те имена, которые соответствуют им по крови. Но вот если вы отношение имеете к тем народам, то это имя как раз для вас очень-очень важно, и оно будет подходить. Если не имеет, ну, надо задуматься, зачем тогда это имя вам дано. Но опять же, это разговор отдельный. Никого я не хочу в никакой мере ни обидеть, ни принизить. Просто вот факт остается фактом. Такие имена нам стали с определенного времени давать. Ну, что есть, то есть. Теперь давай вернемся к вопросам. Значит, вопрос, откуда все это взято, да, первый? Самый первый. Что-то как-то неубедительно звучит. Ссылаются на то, а на что непонятно. Что это за источники? Откуда взяты эти заповеди? Конкретно заповеди, какие, если мы берем, то они взяты из разных источников ведических. Самый распространенный на сегодняшний момент, но уже запрещенный в Российской Федерации, это славяно-арийские веды. Там огромное количество заповедей. Также встречаются другие заповеди из русских вед и из других источников, которые тоже можно встретить, которые пока еще не запрещены, но они менее распространены. Так что эти заповеди, я сказал, откуда их можно взять. По поводу «правда это неправда» давайте разбираться, наверное, используя следующий алгоритм. Если мы говорим о том, что какие-то древние писания и правда-неправда, нам надо понимать, а эти сами писания откуда взялись? Вот, к примеру, мне никогда никто не показал какую-то священную книгу в первые источники. Ну вот просто, ну не показали и все. Вот сколько не просил христиан показать первичные какие-то данные священных книг, первичные источники, ничего не было показано. Сколько не просил мусульман, то же самое. Ну, с иудеями там вообще отдельная история, не будем трогать. У них такой довольно-таки узкий свой мир, в котором они находятся, туда вообще не сунешься, если ты никакого отношения не имеешь. Христианство и ислам все-таки немножечко так более открыты в этом отношении. Поэтому мы берем это на христианство и ислам. Ну, буддизм тоже самое, здесь та же примерно история. Кем-то когда-то что-то сказано, кем-то когда-то что-то записано, кем-то когда-то что-то отмодерировано, откорректировано, поправлено. Кем-то когда-то что-то запрещено, внесено в апокрифы и запрещено к употреблению. Вопрос. Но если мы говорим про что-то божественное, ну, неужели Бог такой примитивный и глупенький, что Он нуждается в корректорах, что Он нуждается в какой-то корректировке? На мой взгляд, божественное, оно всегда имеет свет, доступность и понятность. Потому что Бог на то и Бог, или Боги на то и Боги, что они могут донести до любого, самого-самого бестолкового, что-то важное, очень просто и очень понятно. Если это не так, то встает вопрос, а кто это говорит? Поэтому, когда мы начинаем рассуждать с точки зрения, а где первый источник, то в этом случае мы натыкаемся на определенные такие неприятные моменты, касающиеся вообще всего. Науки, истории, географии, теософии, чего угодно. Там все сделано по одному принципу. Кому-то что-то не понравилось, кто-то что-то дописал, убрал. Кому-то что-то не понравилось, кто-то что-то дописал и вставил, подправил, вымрал и так далее. Поэтому первоисточников вы не найдете, я думаю, нигде. С точки зрения того, что покажите нам первоисточники каких-то там вет, здесь еще все более интересное. Дело в том, что любая аврамическая религия, которая на сегодняшний день главенствует в нашем мире, она очень жестко относится к тому, что было до нее. В самих писаниях аврамических религий написано, как нужно поступать с артефактами, теми, которые не вписываются в аврамические религии. То есть, если это какие-то писания, их сжечь, уничтожить. Если это какие-то изваяния, их изрубить, разрушить, опять же, сжечь, уничтожить. И это касается всего. Там даже про людей то же самое говорится. Если у вас, среди вас, какой-то соплеменник или там иновершец, как будет говорить, то и камнями его просто аккуратно. И все. Про людей отдельная история. Я сейчас говорю про артефакты. Про те самые артефакты, которые могут нам доказать что-то или показать что-то. Неоднократно случались пожары. Пожары в разных местах, в разных временах, когда уничтожались целые хранилища и библиотеки. Естественно, что после пожара найти какой-то свиток целый очень мудрено. Потом проводились реконструкции, когда кто-то по памяти что-то писал, восстанавливал. Производились реконструкции, когда какие-то дяденьки-корректоры или тетеньки-корректоры, ну, скорее всего, дяденьки, садились, разворачивали эти обгорелые свитки и пытались что-то восстанавливать. Само собой, никто не знает, что они там дописали. Поэтому первичных данных вам никто сейчас не покажет. И по поводу ведической культуры, вот исходя из всего того, что до этого было, как уничтожали ведическую культуру, как пытались уничтожить вот так называемые артефакты, писания, книги, манускрипты, что угодно, исходя из этого, те хранители, которые сейчас остались, они даже нос не высовывают в свет для того, чтобы сказать, вот смотрите, у меня тут таблички, у меня тут пергамент, у меня тут свиток, харати и так далее. Потому что они прекрасно знают, что с этим дальше будет. Дальше любая экспертиза затянется настолько, что этот свиток, харати или что-то еще, или табличка там просто затеряются. И затеряются бесследно. Поэтому не рискуют на сегодняшний момент хранители выкладывать те остатки, которые есть. Но хранители такие существуют. Встречи с ними иногда производятся. И многое из того, что было выложено в доступности, хранители подтверждают, что да, так оно и есть. Теперь же вопрос, как быть с этим, когда у нас все, по сути, подписано, переписано или на слуху, подтверждений явных нет, артефакты уничтожены. Как быть, как проверять, правда это неправда. Единственный способ включения здравомыслия и своей чуйки. То есть, если эта заповедь, это писание, это повествование не вредит вам, а делает вас крепче, не вредит вашей семье, а делает ее лучше, не вредит вашему обществу, а позволяет обществу жить по совести, в ладу с природы, не разрушая себя, и если этот артефакт, этот манускрипт, запись, заповедь, предание позволяют на его основе построить что-то светлое и доброе, то, что соответствует нашей генетике, а я называю нашему роду, нашей крови, то в этом случае тогда, на мой взгляд, этому следует следовать, этому следует двигаться, поэтому следует двигаться, поэтому следует жить. если же какой-то из этих вариантов сказаний где-то заставляет задумываться не с точки зрения «правда-неправда», мы об этом уже поговорили, а с точки зрения того, делает ли он жизнь человека, общества и державы лучше, вот тогда стоит задумываться, а стоит ли ему следовать, стоит ли его брать за основу. То же самое я предлагаю делать со всеми источниками, касаемые и буддистских, и ведических, как восточных, так и славянских, так и аврамических, потому что только через здравомыслие можно что-то понять. Надеюсь, что я ответил на твой вопрос. Вернее, не на твой вопрос, а на вопрос, который был задан, который ты зачитал. Вторая часть вопроса. Ну, я тоже надеюсь дальше. На масленицу. Почему чучело женщины сжигают? Это ли не отголоски принесения человеческих жертвоприношений? Ну, про чепуху, которую несет бородатый, и можешь отвечать, можешь не отвечать. Вот это основное. Значит, почему чучело женщины сжигают, и это ли не отголоски принесения человеческих жертвоприношений? Значит, ситуация заключается в следующем. На самом деле, это отголоски человеческих жертвоприношений, но только вопрос чьих. Дело в том, что славянам сжигать человеков, людей, смысла никакого не было, тем более, если они живые. Тела, как сейчас говорят, кремировались, сжигались, по-нашему, крадировались или крадировались, то есть, отправлялись к роду. И здесь есть определенные тоже заповеди, которые с точки зрения разумности, здравомыслия, очень хорошо соответствуют природным различным явлениям. К примеру, трупы, они начинают разлагаться, трупы начинают засорять окружающее нас мир. Дальше в трупах никакой ценности нет. С точки зрения ведической культуры труп – это всего лишь навсего костюм, который отслужил, вы выросли из него, ваша душа, дух, ну и вообще вы цельны, потому что вы же не являетесь трупом, не являетесь телом. Получили при помощи этого тела какие-то навыки, простились с ним, дальше отправляетесь в свой мир по золотому пути восхождения души, и вам предстоит дальше, пройдя определенные какие-то – вот сейчас бы слово правильно подобрать, чтобы опять не было лишних вопросов – какие-то несудилища, а какие-то этапы спроса, что вы здесь сделали, пройдя некий экзамен как у себя самого, когда вы честно задаете вопрос, а что я сделал, и вся жизнь же перед вами, и все понятно, что вы сделали, что вы получили. Экзамен у своих предков и экзамен у богов. И вот если три экзамена оценочка хорошая вам по этим трем экзаменам ставится, три экзамена пройдена успешно, то в этом случае тогда вам дается вопрос, вы готовы дальше двигаться или вы что-то здесь еще забыли сделать. Если вы готовы дальше двигаться, то вам дается новая одежда, новое тело на новой земле с большими возможностями, с большими мерностями, и вас туда отправляют. Строится программа, в которой, в принципе, по стране программы вы сами участвуете, и все замечательно хорошо. Вы отправляетесь туда, и проходите свой новый путь в новом классе, с новыми друзьями, с новыми какими-то испытаниями, но все как в жизни. Ежели вы чувствуете, что вы не готовы к переходу в следующий класс, а такое вам сразу там будет видно, там уже лжи нет, кривды нет, там только правда, и вы сами себе отвечаете, готов я дальше двигаться или не готов. Если не готов, то в этом случае отправляется тело, там тоже свое определенное тело есть, конечно, не физическое, отправляется в некое такое чистилище, не в ад, а в чистилище, где смывается то, что необходимо убрать, дается вам новое тело, и отправляется ваше, ну, вы отправляетесь в этом теле, в этом комбинезоне, скафандре, для прохождения каких-то новых испытаний, получения новых знаний, уроков сюда, на эту землю, уже в какие-то, может быть, другие условия, не обязательно, что вы родитесь в той же самой семье, но, скорее всего, если вам это надо, вы будете связаны с тем родом земным, в котором присутствовали, потому что, так или иначе, он с земельным родом связан. Исходя из этого, получается, что ведическая культура, в отличие от неких религий, не ограничивает дальше человека в развитии, не ограничивая дальше сущность, которая была в человеке в развитии, дается возможность дальше двигаться и развиваться по тому, что по тем знаниям, исходя из тех знаний, которые человек здесь получил. И это, на мой взгляд, более верно, более правильно, нежели чем попасть в какое-то замкнутое пространство или в ад, или в рай, и чтобы там находиться вечно и бесконечно. Да, конечно, хорошо находиться в раю, но если все-таки внимательно почитать какие-то догматы, почитать какие-то писания, открытые, между прочим, не обязательно апокрифы, открытые, то там конкретно говорится, что только определенного генетического состава лица, только мужского пола, от 12 колен могут приблизиться к Богу, то есть попасть в рай. И эти колена, они четко там обозначены, и дается общая сумма праведников, которые может попасть, 144 тысячи. Можете прочитать это в Откровении Иоанна Богослова, то есть это не апокриф, это апокалипсис, Откровение. Там седьмая глава, насколько я помню, очень конкретно указывается, причем апокриф, вернее, не апокриф, все, у меня апокрифы, там в голове крутятся другие, мы не будем сейчас их касаться, этот апокалипсис, в нем сказано следующее, что это то, что было показано Иоанну, и то, что избежать невозможно, то есть это то, что будет, это божественное проявление, вот для того народа, для которого это все создавалось написано. Поэтому у меня возникает вопрос, если вы не относитесь к 12 коленам Израиля, если вы не мужчина, если вы не девственник, если вы не праведник, то в этом случае куда вы попадете? явно, что там уже все места расписаны и туда попасть будет невозможно. Но мы сейчас вторгаемся в такой очень деликатной области, мне не хотелось бы дальше ее развивать, поэтому вернемся к жертвоприношениям. Так вот, так называемые отголоски жертвоприношений, они связаны как раз с теми временами, когда появилась инквизиция. Если кто-то думает, что инквизиция славян не касалась, она была где-то на западе, то в этом случае вы глубочайшим образом ошибаетесь. Пожалуйста, поищите инквизиция на Руси. Это не выдумки какие-то, это сборник тех событий, которые зарегистрированы официально в церковных различных ведомствах, где записывались приговоры тем, кто нарушал какие-то церковные каноны. То есть волховал произносил какую-то хулу на Господа или на Иисуса или на церковь, который занимался какими-то делами, которые церковь считает неправедными. И там, в общем-то, очень конкретно указано то, что с такими людьми происходило. Кого-то сжигали живьем, привязывая к столбам, кого-то другим образом казнили. Все там это написано. Поэтому инквизиция на Руси была. И была, в общем-то, она, я думаю, что ничем не отличная по сути, по большому счету, от испанской или какой-то другой инквизиции западного образца. Вот, поэтому сжигали на кострах вертикально живых людей во время инквизиционной казни, после приговора святой инквизиции, а горизонтально сжигали, то есть крадировали умерших людей. Просто сравните. Тела сжигаются мертвые горизонтально и вертикально. Поэтому если вы видите сжигание вертикальной масленицы, то в этом случае это отголосок именно инквизиции. Если вы видите сжигание горизонтальной масленицы, то в этом случае это отголосок древнего обряда проводов умершего тела. В кавычках, конечно, умершего. Если это масленица, то здесь ничего сказать. А если это богиня Зимы или богиня Марена или Мара, то в этом случае естественно условно она умерла. Богиня не может умереть. И ее при помощи крады или кроды отправляют в мирной, но горизонтально. В горизонтальном положении. Вот это отличие. Естественно, что после того, как определенные религиозные течения здесь прижились и были гонения на какие-то древние обряды, то в этом случае может быть насильно, может быть тихой сапой стало приживаться вертикальное сжигание. Но никакого отголоска, связанного с древним ведическим обрядом проводов зимы или Марены, это не связано, потому что горизонтально сжигалось. Мало того, если порыться в этнографических источниках и почитать, как же праздновалась Масленица и как она провожалась, то там вообще будет очень интересная такая связочка, которая никаким образом сжигания даже куклы, никаким образом сжигания куклы вообще не относится. Где-то сжигали старые вещи и тем самым провожали зиму, избавлялись от старых вещей. Старые вещи могли быть разные. Солома, например, из матрасов, из подушек, какая-то старая одежда, которая уже служила, старые лапти прошлогодние, которые уже тоже не нужны, кафтаны старые, что угодно, шапки. Где-то это все складывалось в шляпу большую, где-то складывалось в мешок, где-то каждый подходил, бросал по-своему. Но причем два костра отличались. Один костер был для поминания предков, и туда ничего плохого не бросалось, а второй костер был для того, чтобы туда что-то бросать. И вот с этим костром проводились различные шуточные обряды. Когда туда побросали что-то, покричали, проводили, вот через него могли попрыгать, вокруг него могли хороводы поводить и так далее. То есть костер был священный, и костер был для вот этих забав. Где-то встречается описание трех костров. Один это священный костер, второй это сжигание всего старого, а третий игровой костер. Вот даже такие бывают моменты. Поэтому почему именно прижилась масленица в образе куклы, для меня тоже, конечно, не секрет, но хочется это обратить к вашим умам, чтобы вы задумались, а почему именно так, и почему вертикальное сжигание. Еще упоминается о сжигании маленьких куколок на масленицу, которые создавались женщинами, именно женщинами и девушками, для того, чтобы проводить какие-то свои обряды маленькие, бытовые. К примеру, их называли пятнашки, потому что они постоянно в руке присутствовали, их называли маранки, потому что они все время находились рядом с женщиной, и женщина, прежде чем обратиться с какой-то просьбой или вопросом куколки, ее кормила, брала на пальчик или на ложечку, брала сметанки или масло и мазала около рта. Естественно, что это все запачкалось со временем, и к концу года вот эта куколка уже представляла такую замарашечку. Разные были названия, кто-то карманницы называл, кто-то еще там как-то называл, в общем, названий много. Эти куколки находились с женщинами до самой масленицы. Потом эти женщины брали, вернее, эти куколки находились с женщинами до масленицы, потом эти женщины брали этих куколок, наговаривали на них что-то такое и отправляли туда же в костер. Вот такое и есть, но не вертикально. Кто-то делал мешок, куда все женщины все это сбрасывали. Что еще есть? Какие обряды? Обряды провода зимы масленичной, они достаточно интересные. Например, мне встречается такой интересный обряд, когда делалась снегурка из снега и она ставилась возле того костра, который будет разжигаться. Там определенные игрища производились. Делалась небольшая куколка из снега, называли ее снегуркой или зимой, и после этого разжигался костер и он растапливал эту снегурочку. Помните сказка «Снегурочка»? Вот там как раз происходит то же самое. Когда бобыль с бобылкой создали себе из снега куколку такую на улице, она жила и жила у них в доме. И когда наступила весна, она стала проситься с девочками погулять, а те предупреждали нельзя через костер не прыгай и не растаешь. И вот когда она пошла гулять, она не удержалась, через костер прыгнула и растаяло облачко взлетело и оттуда раздались последние слова прощания. И сразу наступила вот эта зима. Ой, закончилась зима, наступила весна. Вот как раз этот обряд отображен в этой сказке, когда ничего не сжигается, а растапливается куколка. То есть, как вы видите, огромное количество проводов зимы и с сжиганием человекообразных куколок, и без сжигания человекообразных куколок, и с растоплением человекообразной куколки снегурки. Поэтому есть ли в так называемой широкой масленице какое-то подобие сжигания человека? Да, есть, но это отголосок не ведический, не славянский. Это отголосок привнесенный к нам на Русь инквизиции. Вот как-то так. По поводу чепухи бороды, здесь я сказать ничего не могу. Подожди, подожди, Алексей, на самом деле вообще интересно получилось. Смотри, и вообще тут написано именно так, и вообще такую чепуха несет этот бородатый, да? Ну вот, я сначала думал, описался человек, а сейчас я понимаю, что она тебя же комплимент сделала. Я зашел на сайт школы-буквицы, да, так как я еще все-таки не все эти образы помню, да, и начал смотреть, что же такое чепуха-то, да? Думаешь, это, ну давай, проще скажу, да, там пусть потом люди сами решат. Итак, говорят, что ты несешь, то, что ты несешь является чепуха. Че, это красота или грани какие-то, да? Теперь Е, это явного мира, теперь П, это у нас покой, то есть это как бы состояние такое без напряжения, устойчивое состояние. У, это прикосновение тоже к какому-то, приближение к основному потоку, стремление, призыв к единению, послание зов души к прародине. Теперь Х, 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 это Х, Хер, тут такой значок называется, это вселенская гармония, А, это состояние Аза, только, то есть это состояние такого вот человека, как потомок богов, который живет на земле и который творит, который уже у него все включено, там, замечательно функционирует в взаимодействии с земным и с небесным. То есть, мне кажется, что ты именно этим и занимаешься. Может быть. Ну, я думаю, что написавшая вопрос, она имела в виду несколько другое. Я не судья людям, и я свои суждения по поводу других людей стараюсь не высказывать, потому что понимаю, что если я какое-то суждение высказываю, я на себя беру какую-то ответственность. Я не знаю этой женщины, я не знаю, почему она написала это, я не знаю, чем она руководствовалась, поэтому никаких комментариев по этим словам я давать не могу. Ну, зачем мне на себя брать какой-то груз? У меня и так есть определенные обязанности по моему земному назначению, предназначению. Я должен их исполнять, а вешать лишнее я на себя не хочу. Ну, в общем, Ирина, благодарим тебя, ты начала за здравие, окончила, тоже хорошо, если по букет смотреть. Надеюсь, ты так и задумала, когда этот вопрос писала. Итак, переходим к следующему вопросу. Уже автор этого вопроса себя назвал «Цветок жизни». Вопрос. В чем разница между незнанием и невежеством? А у тебя есть какое-то предоставление свое? Так, ну, ты меня прям в тупик поставил. Знание – это что-то попроще, потому что веды – это уже, знаешь, это знание всего обо всем, а такое вот в человеческом понимании знание – это какой-то такой узкоспециализированная грань какая-то. по моему мнению это так. То есть, незнание – это, по моему мнению, это что-то вот такое связано с явным миром, а вот знание я имею в виду. А ведание, вот вежество – это веды от слова, все-таки там буквы подменяются, как бы изменяются немного. Это веже, ведать, то есть, это уже знание всего, обо всем, как все мироздание устроено, это побольше. То есть, незнание, по моему мнению, это ты не знаешь явный земной мир, а невежество – это ты вообще, ну, даже, вообще ничего не знаешь, даже явный земной мир, и явный, и неявный. То есть, незнание, может, явно не знаешь, а ты знаешь, да, по логике, вот так еще можно вывернуть. А невежество – вообще, во всем, ничего не знаю. Вот мое мнение такое. Хорошее мнение. Ну, теперь давай разберемся с точки зрения, как ты правильно сказал, ведовства, веды, и так далее, и знания. Что же означает эти слова? Ведать – что означает слово «веда», если уж так разбираться? Веда – это мудрость, так и переводится, мудрость божественная, которая определяет вообще все, что есть в этом мире. То есть, она, ну, божественная знает вообще все об этом мире. Иначе оно не было божественным. Где бы то ни было, все знает, обо всем знает. А если мы это привязываем к человеку, ведающему человеку, то он познает этот мир, какой он есть. Познает во всех его гранях. Принимает его, какой он есть. И понимает, какой он есть. То есть, вежественный человек, он не отрицает, чего-либо, он пытается разобраться в этом мире, познать непознанное, достичь недостигнутое, улучшить себя в этом мире, улучшить через себя этот мир, улучшая общество по веданию, а не просто так «хочу». Вот эти «хочушки» в сторону отбрасываются, и он занимается как раз изучением, веданием. Ему в этом случае доступны те знания, которые многие ученые не могут до сих пор получить, потому что он подключается к родовому потоку, к родовой нити, через нее он получает знания, он использует правильно свои органы чувств и чуйку свою, и он получает тоже знания еще и от физического тела, и правильно их укладывает. Вот самое главное, правильно их укладывает. То есть, он всесторонний, смотрит на этот мир, и во всех человек всесторонний. «Ежели мы говорим про знание, то знание это идет от слова нять. А нять это то, что ты смог пощупать, увидеть, потрогать, не осознавая, может быть, всего мира целиком. Это прикосновение человека к какой-то части этого мира через органы чувств. без включения чуйки. Просто вот он дотронулся, говорит, это вот это. Увидел, он говорит, это вот это. Услышал, говорит, это вот это. И в дальнейшем, когда это все в него вошло, его мозг упорядочивает, складывает это все вместе, и в него появляется знание о предмете, о человеке, об этом мире. Но знание его, в отличие от ведания, ограничены органами чувств. Если он не видит что-то, то, что находится за стеной, и не представляет то, что может быть, для него этого не существует. Ведущий человек понимает, что за стеной что-то есть, и, исходя из тех знаний, которые у него есть, тех представлений и ведических ощущений и чуйки, он может включить все органы чувства, которые явные, которые еще скрытые, и описать, что там находится. То есть, мир для него не закрыт, а знающий человек, он ограничен тем, что он видит, чувствует, нюхает, слышит и так далее. Дальше. Знание – это что человек уже усвоил и может применять в жизни. К примеру, я знаю, как построить дом. Вот он знает, как построить дом. Это стало его знанием. Где-то он с кем-то строил дом, был в учениках, он научился. Я знаю, как мне правильно простругать доску, чтобы она была гладкая и нужного размера. Я знаю, как работать за компьютером. И так далее. Я знаю, это умение, которое человек в себе взрастил, обучил свое тело, и это стало его знанием. То есть, он принял и обучил. И он теперь может это в жизни применять. Вот это вот знание. То есть, несколько упрощенные, несколько ограниченные его представлениями, до чего он дотрагивался, что он слышал, что он чувствовал, нюхал, лизал и так далее. А ведание – это общее, это всестороннее. Другими словами, можно, наверное, так резюмировать. Знающий – это один из слепцов, который подходит к слону и начинает его ощупывать, обнюхивать. И он выносит свое суждение, исходя из того, что он почувствовал и увидел. Один скажет, слон – это веревка, держась за хвост. Другой скажет, что это колонна, держась за ногу. Третий – блин, держась за ухо. Четвертый – за пузо взялся, это что-то надвисающее. А по сути, они правду говорят. Но будет ли это слон? Это будет часть слона. Вот знания относятся примерно к миру так же, как вот в этой вот притче про слепцов. А ведущий видит слона целиком. Он знает и про ухо, и про хвост, и про нос, и про хобот, и про пузико, и как слон пахнет, и как он выглядит, и чем он питается, и что из него выходит, и где он живет. Вот ведовство – это цельный слон со всеми его плюсами и минусами. А знание – это какая-то часть, которую человек смог в мире получить, исходя из тех ограничений, которыми он владеет органами чувств. Вот примерно так отличается знание от ведания. Я иногда как бы приятно рад вот тому, что происходит. Где-то год или полтора назад я как раз упоминал вот с примеров, которые ты сейчас делал, прям подробно так же расписывая, что каждая религия она какую-то грань видит, подходит к этому слону. Один то увидел, другое сё, там некоторые уши потрогал, то есть на чебурашку похож. И я там в конце написал, но больше всего слон похож на слона. И когда ты чуть повыше становишься всех вот этих разногласий, ты начинаешь видеть картину целиком. То есть по сути ты вот тот же самый образ был расписан, мне это приятно порадовал. Ладно, давай дальше, следующий вопрос. Тоже автор, тот же его цветок жизни. Похоже, радио превращается в телевидение. Зачем мне лицезреть ваши красивые лица? А, да, это всё написано большими буквами, наверное, чтобы уж точно мы это всё увидели. Дальше. И когда записываю на карту памяти, то разница наполовину больше. где логика? Если показываете, показывайте образы, картинки. Вот такое вот мнение. Что ты можешь высказать по этому поводу? Я скажу, что если мы на сегодняшний момент подготавливаем новый сайт, и он ещё находится в бета-тестировании, и скоро уже, вот я уже чувствую, что где-то через недельку он будет уже доступен всем для бета-тестирования, а старый сайт не работает, так как он работал раньше, исходя из технических проблем, которые возникли, и мы не стали их решать, потому что надеялись, что новый сайт быстро выйдет, нам было необходимо выйти из той ситуации, в которую мы попали. То есть мы не могли размещать аудио и выкладывать где-то видео полноценно, кроме канала YouTube. мы подумали о том, что YouTube канал сейчас смотрит достаточно большое количество людей, но для того, чтобы выложить на канале YouTube, необходимо это перевести в видеоформат. Вполне логика очевидная, мне кажется, если уж мы не можем аудио выкладывать. И было принято решение, чтобы аудио наши записи, программ, передач, эфиров выкладывать просто в упрощенном формате видеороликов. Потому что так человек вообще ничего не увидит, если ничего не выкладывать, а так хоть что-то увидеть. Плюс ко всему, есть множество различных конверторов, которые позволяют из YouTube скачивать аудио. Нажимаешь кнопочку, у тебя получается mp3 файл достаточно компактного размера. И здесь как раз в этом случае проявляется человеческая чуйка. как человек умеет выходить из ситуации сложившейся, как у нас она была проявлена, и мы пришли к формату YouTube, и в общем-то видим, что да, он себя оправдывает на данном этапе, так и у тех, кто научился решать проблемы. Не просто жаловаться, это плохо, так нельзя делать, почему меня заставляете скачивать большой объем, а просто-напросто находить способы решения проблемы. Есть такая поговорка, тот, кто хочет решать проблему, он ее решает, кто не хочет, он ищет оправдание, жалуется и так далее. Только вот здесь как раз мне некоторые люди написали, что благодаря тому, что вы выкладываете видео, и они большие, неудобные, я задумался, а как мне переводить их в аудиоформат. Я скачал простенькую программку в интернете, конвертации YouTube в аудио, установил себе на компьютер, и у меня есть все выпуски аудио, я могу их слушать, записывать на флешке и так далее. То есть вот это как раз ведический подход, где чуйка, здравомыслие включились, и человек благодаря вот этой маленькой проблемке, которая возникла не по нашей вине, он перешел на следующий этап понимания этого мира, я рад тому, то есть он не стенал, не жаловался, он просто взял и решил эту проблему, и у него теперь есть то, что он хочет. Ну, наверное, как-то так. Когда появится у нас уже за работ полноценно новый сайт, и бета-тестер еще раз повторяю, где-то через недельку мы его выложим, то в этом случае тогда там будет возможность скачивать и аудио, надеюсь, что так оно и есть, так оно и будет. Пока я тебя слушал, мне опять образ пришел, что это все-таки был такой, как ты говоришь, волшебный пендель, который в данном случае помог радио, да, получается, та часть аудитории, которая на тот момент не могла пользоваться, вот это, скачивать, слушать, она получила эту возможность. И помимо этого, как ты правильно подметил, людям эта ситуация заставила мозгами маленько пошевелить и придумать, как же с этого выйти. А вот эта вот смекалка, как говорится, я думаю, это хорошее качество, так что получилось вполне здорово. Так, давай теперь дальше. Вопрос от Генри, на самом деле английский не очень знаю, может, как бы неправильно поразначу, но вроде Генри, МГ, вот так он себя назвал или она, я не знаю. Так, все это, конечно, интересно, но для начала было правильным расшифровать значение самого слова жертва. Если можно, я тут как бы сам попробую чуть-чуть ответить, а потом ты, да? Ну, во-первых, в этой передаче мы разобрали значение этого слова, а если вы хотите сами лично как бы это все еще разобрать, то вот действительно, насколько я знаю, наверное, единственный или один из немногих хороших сайтов, где вы можете это сделать, наберите в любом поисковике или прям в адресной строке русскими буквами, без всяких пробелов. Школа буквицы точка РФ все русскими буквами. Зайдите на этот сайт, там есть подраздел, который называется буквица, зайдите туда, там будет таблица с буквами, там есть и не только, помимо того, которое сейчас используется, есть и другие. Но в данном случае вам если надо вот какое-то слово современное расшифровать, вы прям по буквам там тыкайте, справа будет значение этой буквы, выписывайте эти значения и у вас получится такой небольшой текст, который, если вы образно так его почитаете, то он вам даст такую глубинную суть, одну из глубинных сутей вот этого слова. То есть и не надо тогда как бы никого ссылаться, сами надо, что взяли, посмотрели. Ну вот как-то так. Благодарю. Благодарю, ты хорошо это все рассказал. На мой взгляд, радио все-таки это не изба сказальня, где приходят вечерком, садятся от безделья люди и слушают какого-то сказителя. В первую очередь радио направлено на то, чтобы люди учились мыслить, учились думать, учились сопоставлять. И поэтому если вы благодаря радио становитесь более ведущими, меня это радует. Так, ну я так понял, можно дальше, да? Следующий вопрос от Анны Бондаренко. Народное славянское радио Здравия. Вот скажите, пожалуйста, а наши предки питались рыбой и морепродуктами. Как вы относитесь к такой пище? Ну, вот я могу в общем прочитать, а потом ты решишь, как оно самое, потому что дальше тоже проеду. Также наши предки широко использовали коровье, козье, баранье, буйволинное и лошадиное молоко. А сейчас говорят, что продукты их молока вредны. Ваше отношение к данному продукту? Я не могу отвечать за все славянское радио, поскольку ты спрашиваешь, задаешь вопрос мне, читаешь вопрос мне, поэтому я буду отвечать за себя. На мой взгляд, наши предки могли есть все. У нас есть для этого все необходимые предметы в нашем организме. Зубики, язык, глотка, желудок, ну и так далее. Поэтому можно есть все, что вы сможете усвоить и переварить. Даже есть такая поговорка полезно не то, что вы считаете полезным, а то, что считает полезным ваш организм. Но надо учитывать... Есть еще фраза важна не то, что у вас входит, а важно то, что из вас выходит. Ладно, давай, не перекрывай. Вот, поэтому я считаю следующее. необходимо употреблять то, что вашему организму более всего подходит на том или ином вашем этапе жизни, исходя из того, где вы находитесь. Если вы способны определять полезную для себя пищу, полезную для себя еду, то тогда решение этого вопроса будет очень и очень простым. К примеру, перед вами ставят пять блюд. И вы знаете, что первое блюдо для вашего организма очень полезно. Оно легкое, оно не засоряет ваш организм, оно делает его здоровее. Энергии все в нем живые, потому что они получены непосредственно от солнышка, земли, воздуха, воды. Другое блюдо, оно также полезное, но там меньше этой пользы. Третье, еще меньше, четвертое, еще меньше, а пятое, ну да, оно наполнит ваш желудок, но при этом вам придется, вернее, не вам, а вашему телу, придется как-то не очень сладко, потому что нужно будет очень много сил потратить на то, чтобы его переварить, потом, чтобы вывести те токсины, которые образовались после его усвоения. Вопрос, здоровомыслящий человек, какое блюдо выберет, первое или пятое? На мой взгляд, здоровомыслящий человек выберет всегда первое блюдо. Если же случается так, что первого блюда нет, есть только второе, третье, четвертое и пятое, он выберет второе. Если нет второго, он выберет из этого остатка третье, ну, потом четвертое, в конечном итоге будет есть то, что уже осталось, потому что хоть как-то выжить да надо, да? Это ответ на то, ели предки или не ели. Ели, если в том была необходимость, если в том была нужда. теперь дальше по поводу пользы молока, буйволиного, лошадиного, козьего и прочего, прочего, прочего. Русский язык, если уж мы говорим про русский язык, давайте еще про все славянские языки, он достаточно образный, и языки тоже образные, и они просто так ничего не называют. Если у вас есть сонные артерии, то они как раз отвечают за то, что в случае перекрытия их наступает сон, поэтому они называются сонные артерии. Если у вас есть какие-то другие органы, например, печень, который печет температуру больше всего и который вырабатывает много чего, потому что он перепекает, то в случае он называется печень. То же самое касаемо и других названий. К примеру, у человека, как и у других млекопитающих, обратите внимание, у всех млекопитающих, есть такое интересное явление смена зубов. Я наблюдал, вообще люблю наблюдать за животными, за котятами, за щенятами. Я обращал внимание на следующее, что наступает момент, когда мать, неважно, щенка или котенка, начинает уже отпихивать его от себя. То есть, до этого она кормила молоком, с определенного момента она перестает молоком кормить и она отпихивает от себя щенка или котенка, ну, в принципе, кого угодно другого. И что происходит дальше? А дальше наступает момент, когда молочные зубы выпадают. Щенок или котенок перестают уже приставать к матери за молоком, молоко у матери перестает выделяться и зубы меняются. Они вместо молочных заменяются коренными. То же самое происходит у человека. До 6-7 лет у человека есть молочные зубы, потом начинается смена и в конечном итоге все зубы меняются на коренные. Для чего такая метаморфоза интересная смена происходит? Это как раз указатель того, что до того, как есть молочные зубы, человеку молоко идет на пользу. Как только молочные зубы перестают его в организме присутствовать и заменяются на коренные, то в этом случае молоко уже можно не употреблять. То есть пользы от него уже меньше. Ну нет молочных зубов, значит пользы меньше. Наступает такой момент возрастления организма, когда молоко перестает быть необходимым продуктом. В дальнейшем молоко может использоваться с точки зрения лечения, с точки зрения какого-то поддержания организма, если вот нечего просто есть. Но для него также есть другие применения. Об этом можно почитать в различных книгах, где описывается, что молоко оказывается не только для пищи употреблялось, но и с другими целями. Еще такой немаловажный факт отмечу, что для каждого вида существует свой набор микроэлементов в молоке. Например, китовое молоко или тюленье молоко очень сильно отличается от зайчьего молока, тем более от человеческого молока. К чему это говорю? Если ребенок употребляет молоко от женщины своего вида, то в этом случае он получает те необходимые вещества, которые в этом молоке есть. Плюс, верите в это или не верите, он получает необходимую информационную составляющую. Недаром же говорится, впитал с молоком матери что-либо. Так вот, что ребенок будет впитывать, если его, например, кормить, поить буйволином молоком или козьим молоком или молоком сахатого. Он же будет впитывать и это тоже. Естественно, что он не станет козленочком или лосем или буйволом. Нет, но что-то такое в нем будет закладываться, вот этих животных. Это тоже надо учитывать. Поэтому в древние времена, в том случае, если у матери пропадало молоком, то выбиралось кормилица. Обратите внимание, что даже в сказках, в преданиях, в легендах рассказывается о том, что вот у матери пропало молоко и ребенка кормила кормилица не корова кормилица, а женщина кормилица. Потому что в древности люди понимали, что это все не просто так. Если уж кормить молоком, то надо кормить человеческим. И уж совсем, когда некуда деваться, вот тогда применялось молоко корове, козье и так далее. полезны или неполезны продукты из молока. Вот в чистом виде, на мой взгляд, это моя точка зрения, хотите соглашаться, хотите не соглашаться, в чистом виде молоко после того, как меняются зубы, появляются коренные, наверное, смысла принимать нет. Хотя, честно говоря, я очень люблю молоко, и я могу литрами его выпивать. Мне принесут парное молоко, я могу там два литра этого молока выпить, мне ничего плохого не станет от этого. Мне нравится молоко, но я его не употребляю, просто не употребляю уже давно. Но при этом надо понимать, что происходит в организме человека в том случае, если уже не вырабатываются ферменты, перерабатывающие это молоко, или их вырабатываются в меньшем количестве, потому что возраст такой наступил. Его помогают перерабатывать бактерии. К чему это веду? Если вы сквасите молоко при помощи каких-то бактерий, то в этом случае бактерии перерабатывают то, что в молоке есть уже неподходящего для вашего возраста, и оставляют вам то, что подходит. И употребляя кисломолочный продукт, не вареный, а сырой кисломолочный продукт, вы можете получить определенную пользу. Творог, если он уже был прокипячен или разогрет больше 40 градусов, а именно от сворачивания происходит, да, створог, то в этом случае тогда он уже может быть не очень полезный, а для многих людей очень даже вредным, потому что даже врачи некоторые откровенно заявляют, те люди, которые употребляют много творога, у них есть определенные проблемы с пигментацией волос, зубами, с костями, с отложениями какими-то, которые в почках там где-то еще могут возникать. Поэтому, если вы употребляете сырой кисломолочный продукт, в этом случае я думаю, что он будет вам полезен, если он вам необходим. Если вы употребляете сырое молоко, то вашему организму придется дополнительно что-то перерабатывать от этого молока, а уже ферментация в организме меньшая, ну, с возрастом. Вот это вот, в принципе, наверное, самое основное, что в наших ответах я могу донести. Я вот сейчас вспомнил, у тебя был в каком-то из эфиров как раз мужчина, который рассказывал про вот этот метод правильного сквашивания любых продуктов. Мы можем, если что, просто под этим видео оставить вот эту ссылку на его статью, где там написано «Вода. основа долголетия» или прямо на передачу, где он это подробно с тобой обсуждал. Люди, кому надо, могут это все там посмотреть, послушать. Ну, это вот как бы дополнение. Теперь дальше. Я тут маленько тогда поменяю местами эти вопросы и реплики, раз ты коснулся как раз зубов, да? Тут вот Татьяна Шершнева написала такой реплику, такой вопрос. Прошу прощения, но наши предки не были только растительноядными и наше строение челюстей и вид зубов говорит об обратном. Присутствие и порядок расположения таких зубов, как резцы, клыки, терки, в скобках не помню точно их название, закрываются скобки, и короткий язык в кавычках лопаты закрываются кавычки, говорят о том, что мы в скобках люди, закрывают скобки, всеядны, то есть мы млекопитающие хищники. А еще пример того, что в древности были приручены дикие животные и стали домашними для того, чтобы мы одевались в их меха и шкуры в скобках обувь, ели их мясо в скобках не для обороны же приручили наши предки диких свиней. скобки закрываются многоточие. Вспомнился мне чего-то мультик, а, вот это уже мое, это самое, комментарий. Вспомнился мне чего-то мультик, когда я писал про плотоядную корову, как попался там школьник. Ну вот, Алексей, выскажи свое мнение, потому что я прочитал сейчас. Мультик про Перестукина, который был безграмотным, который не знал, где растут булки, именно-именно про него. Там корова фигушки, я плотоядная, вместо плодоядной плотоядной, травоядной и так далее. Ну что ж, если уж мы к анатомии так вот более плотно приблизились, то давайте ее рассмотрим более подробно. Являемся ли мы хищниками? На мой взгляд, опять же, на мой взгляд, хищниками мы не являемся. Почему? Потому что хищник подразумевает не только то, что он может употреблять, а он еще может это добыть. Прежде чем он что-то скушает, он должен это добыть, догнать, придушить или разорвать без помощи каких-либо иных предметов. Ну вот как, например, тигр поймал кого-то, когтями вцепился, в глотку зубами вцепился, перегрыз, хребет переломал, все, дальше он начинает разрывать при помощи когтей и клыков плоть и употребляет ее. Неоднократно проводились различные эксперименты, когда тех людей, которые заявляли, что они такие прям хищники, плотоядные, просили воочию доказать, что они такими являются. Выпускали их в поле, где живут кролики, это причем заснимали на видео, и просили, пожалуйста, хотя бы одного кролика поймайте, придушите его, без вилки и ножа скушайте. Кое-кто соглашался, выходили в поле, но поймать кролика еще как-то удавалось, правда, не тем способом, который хищник применяет, а при помощи мозгов. Делались какие-то там селки, что-то еще там около норки, человек ждал, ну, не буду сейчас объяснять, в общем, поймал кролика, придушил его, удалось придушить, дальше он начал его грызть. В течение минут десяти он пытался своими клыками разделать этого несчастного кролика, труп этого кролика, у него был полный рот этого меха, пуха, он не мог отплеваться, в конечном итоге он там маленькую-маленькую дырочку все-таки прогрыз в шкурке, но съесть кролика он так и не смог, он бросил его и все, эксперимент закончен, то есть ушло на это очень много времени, но он так кролика съесть не смог, то есть с точки зрения хищника природного мы никак не можем ими быть, мы не способны так же, как это делают хищники настоящие, просто поймать и съесть жертву, и на сие есть определенные причины, во-первых, у хищника челюсть не двигается вправо-влево, она двигается только вверх-вниз, вы можете подойти к домашнему животному, собаке и кошке попробовать вправо-влево подвигать, кошка вас оцарапает за такие действия, собака может вас укусить, потому что у нее стоят блоки, чтобы челюсть только двигалась вверх-вниз, схватил, повернул, оторвал, у человека такой возможности нет, у нас челюсть двигается, мы ее можем просто вывихнуть, дальше, вы можете подойти даже к маленькой домашней собачке или кошечке и посмотреть пропорциональность клыков по отношению к другим зубам, и увидите, что клыки, если увеличить морду собачки такого большого размера, они по сравнению с вашими будут казаться просто монстрами, но подойдите к тигренку, у которого голова примерно как ваша, раскройте пасть и посмотрите, вот такие клыки и вот такие ваши клычки, что вы можете по этому поводу сказать, то есть даже уже аппарат, рабочий аппарат хищника отличается от строения зубов наших, плюс ко всему, резцов у нас 4, а у собаки, например, 6 резцов, дальше, зубы за клыками отличаются от тех зубов, которые наши, то есть клыки, резцы и жевательные зубы собаки или кошки, они отличаются, они приспособлены для того, чтобы и разрывать кожу, и разгрызать кости, и резать сухожилия, и это дело все не очень сильно прожевывая, проглатывать, глотка по-другому устроена, мы не можем проглотить такой кусок сырого мяса, мы просто задохнемся, подавимся, потому что наш глотательный аппарат устроен по-другому, нам надо разжевать, и поэтому мясо в сыром виде, оно или нарезается как струганина, чтобы можно было разжевать, ну или никак по-другому не применяется, именно в сыром виде, обязательно какая-то термическая обработка, дальше, желудок, длина кишечника нашей отличается от хищников, если хищник употребил мясо, через какое-то время, оно у него уже переварено, выбрасывается, желудочный сок по-другому работает, кишечник по-другому устроен, коротенький, и это мясо у него выбрасывается, у человека же, если постоянно будет употреблять мясо, то в этом случае будут образовываться каловые камни, но не будет успевать выходить, кишечник подлиннее, но в то же время мы не являемся травоядными, да, мы можем употреблять траву, и много травы употребляем, когда какие-то не очень полезные продукты надо чем-то сдобрить, или для вкуса, или для аромата, то же самое, кинзу, петрушку, что там еще, укроп, вот, это да, мы употребляем, но одной травой питаться, в общем-то, мы тоже не приспособлены, если посмотреть, как устроены резцы и жевало травоядных, мы увидим, что тоже отличия есть, хотя у нас и двигается через вправо-влево, но мы тоже не травоядные, получается что-то среднее, да, мы можем употреблять и мясное, да, мы можем употреблять и травяное, но в первую очередь все-таки мы предназначены для поедания плодов, и если плоды правильные, надо учитывать, что на Руси древней, по всем писаниям, было намного больше количества различных сортов плодов и плодовых деревьев, чем это есть сейчас, то в этом случае можно сделать вывод, что наши предки в большем количестве употребляли плоды, то есть я склонен к тому, чтобы называть человечество плодоядными, то есть плодами питающиеся, которые растут на деревьях, на кустах, на кустарниках и в земле, вот скорее всего так, по поводу свиней, конечно же не для обороны приучали свиней и создавали, но надо посмотреть, когда стало появляться большое количество свиней, именно вот этих мясных пород, так называемых. И вы будете удивлены, но не так давно. Свиньи, которые жили в деревнях, они отличались, ну в древности, скажем так, лет 200 назад, они очень сильно отличались от тех свиней, которые сейчас существуют и которые на фермах разводят. И в общем-то надо еще отметить, что ферм, таких, которые сейчас существуют, их раньше не было. Вы можете себе представить механизацию современности и механизацию тех времен. Вот где, например, там ферма с поголовьем тысяча свиней. Ну такого просто на Древней Руси не могло быть. Свиньи жили на подворьях и жили не для чего? Не для того, чтобы в первую очередь их есть, хотя да, их ели, как консервы их использовали. То есть свинья набирала вес, ну и в дальнейшем как консервы доживала до какого-то момента, ее забивали, делали из нее то, что вот можно каким-то образом еще похоронить. Это в том случае, если не был в достатке урожай, не было плодов. Потому что, как я сказал, вот пять блюд выбираешь самое полезное и на короняк самое не полезное, если ничего другого есть. Так вот, животные, такие как свинья, они были многофункциональны. Во-первых, это живые консервы, которые могли себя наполнять, могли себя взращивать, давать себе подобное потомство. и в случае какого-то оврала их можно было употребить в пищу. Также применялась шкура. Если уж применялась свинья для еды, значит, шкура оставалась. Из этой шкуры что-то делалось. Также и какие-то другие меховые изделия тоже, если животное жило, то тоже применялись. Это отвергать невозможно. Животные, которые жили на подворьях, использовалось и мясо, использовалась и шкура. Но, опять же, вопрос в количестве. Не было тех больших фирм. Люди не ели каждый день мясо. Просто не могли себе позволить. Свиньи отличались, еще раз говорю, по внешнему виду, по тому объему, который сейчас свинья, кость не получается и тем, которые были тогда. Это тоже надо все отвечать. Дальше. Свиньи могли использовать для того, чтобы они в загонах вспахивали землю. То есть, маленькие поросеночки ставили в загон, и сейчас многие применяют, особенно в экопоселениях. И он вспахивал землю, выбирая все сорняки, все корешки. Дальше загон переставлялся в сторону, и он на новом участке также обрабатывал. получилась взрыхленная земля без сорняков, без каких-то там личинок вредоносных, без проволочника и так далее. Свинюшка все это выбирала. То есть, свинья, вот она еще и в этой помимо того, что ходячие консервы. Дальше. Что у нас можно ответить тем людям, которые говорят, ну, все равно свиней же специально выкармливали. Вот теперь посчитайте. Свинья в день съедает ведро корма, причем никакого плохого, а нормального корма, куда, естественно, идут и помои там со стола и какие-то объедки, но примерно вот ведро корма свинье необходимо в день, здоровой свинье, чтобы она существовала. Теперь задайте себе вопрос, а сколько семье хватит этого зерна, ну, например, на кормление, вот ведро зерна, которое вы скормили свинье в один день, и сколько этого зерна для того, чтобы создать там кашу какую-то, сколько семью можно этим зерном кормить. Вот хозяйка любая скажет, берешь немножко зерна, распариваешь его или развариваешь, из него получается в два раза, а то в три раза, зависит от какое зерно, больше еды. А теперь представьте, ведро, то есть это два-три ведра, семья нормальная, здоровая, может питаться этим зерном два-три-четыре дня, а тут свинюшка за один день это все съедает. Выгодно это или не выгодно? Если у вас излишек зерна, и вам девать его некуда, то в этом случае вполне возможно вы свинюшечку будете подкармливать. А если нету, а если у вас нету трактора, комбайна, если поля обрабатываются вручную, на валах, на лошадях, и если вы вручную обмолачиваете, сушите в авинах, потом складываете и так далее, много ли у вас остатков? Я думаю, что не очень. Поэтому свинья являлась одновременно и утилизатором помоев, и тем орудием сельскохозяйственным, которое перепахивало землю и убирало все лишнее из нее, и плюс еще ходячими консервами. Но не ради вот такой свиньи, не ради вот только одного мяса она содержалась. Как утилизатор, да, шкурка и так далее. Поэтому вот это надо все понимать. Естественно, применялись домашние животные, это я не отвергаю, но не в том объеме и количестве, как это сейчас применяется. Это просто было невозможно с точки зрения прокормления и так далее. наверное, на этом можно заканчивать. Ответ так уже разжевал. Да, да, да. Так, ладно, продолжим. Если неправильно прочитаю, прошу мне извинить, тут, как говорится, английскими я могу не так прочитать. Стар Валкер или Велкер, я не знаю. И вот такой, значит, от него реплика или вопрос. Все в кавычках боги в кавычки закрываются это демоны, захватившие планету и теперь из нее выкачивают энергии низменного порядка, чтобы питаться болью и страданиями живых существ на земле. Кстати, они действуют по принципу в кавычках крута, кнута и пряника кавычки закрываются. То есть удовольствие тоже дают нам эти же самые в кавычках боги кавычки закрываются, как и боль и страдания. Но это не боги вовсе, а самые настоящие демоны. Ну он тут по большому счету сам ответил, может ты что-то добавишь? Как говорится в любом вопросе есть ответ. И этот человек дал четкий ответ. Единственное уточнение с моей стороны. Я не согласен с тем, что все так называемые боги являются демонами. Это единственное уточнение. Есть боги, есть демоны. Демоны на сегодняшний момент пока еще продолжают в большом количестве себя проявлять, но божественное все больше и больше также проявляется. И вопрос больше к человеку. Ты человек себя куда относишь? К демоническому? То есть к пекельному по-нашему? Либо к божественному. Если к божественному, то в этом случае вырабатывай себе привычки правильные, учи свое тело правильно реагировать на окружающие тебя предметы, явления, чтобы оно не выбрасывало что-то плохое из себя, чтобы мыслило хорошо, по-доброму, относилось ко всему с добром. Либо ты относишься к демоническому, к пекельному. Но в этом случае над собой работать не надо, берет жизнь и все, помри молодым. Примерно так. Ну или проще, да, по делам или по плодам их и узнаете их. Вот и все как бы. Теперь дальше. Григорий Астафьев. Он такое написал. Добрых богов не существует. Вот по его мнению это так. К слову бог это искаженное временем бык. Ему ответил, как бы тут же внизу прокомментировал, рус пробел сия. Бог это биг. В английском остался четкий перевод большой. Ну ты уже тут как бы ответил на самом деле про это, поэтому можно и не добавлять. Я добавлю у каждого свое представление об этом мире, у каждого представление о своих богах. У меня оно отличается. Если вы считаете, что бог это бык, пожалуйста, это ваше точке зрения. Если вы считаете, что упрощенный биг, то есть большой, это является бог, это тоже ваша точка зрения. Для меня это несколько иное, более широкое и более родное. Я на быка как-то вроде не похож. На этой как бы вот про передачу, которая называется «Кровавое жертвоприношение славян». Отсюда я уже все закончил, то, что выбрал. Там еще были реплики, но основное выбрано. Теперь дальше. вопросы и комментарии к передаче «Подводные камни славянских праздников». Миш, у нас уже больше часа передача идет. Мы можем разобьем это. Мы можем разобить просто это, да. Можем записать просто. Тогда давай сейчас закруглимся, да? Давай тогда мы закончим рассматривать этот выпуск и в следующий раз ответим другие. Да, я согласен. Тогда до новых встреч и всего хорошего, замечательного. слава богам нашим светлым предкам нашим славам. Тебе, Алексей, за то, что ответил на вопрос. Благодарю всем за то, что вы столь интересные реплики и вопросы пишете. Без ваших вопросов и реплик, наверное, наших передач бы и не было, да и самого Народного Славянского Радио тоже не было бы. Продолжайте в том же духе, давайте совместно разбираться, что происходит вокруг нас, почему это происходит и самое главное, что дальше делать и как с этим быть. желаю всем добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное Славянское Радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова